Габариты, с ним и четко используют свои данные, и с ним только надо проявлять характер, что присутствует у Александра Павелькина, и надо... с ним только нужна рубка. Итак, гимны, давайте послушаем. И сейчас, ladies and gentlemen, the national anthem for Russia. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Итак, прозвучали гимны, друзья. Все готово к началу боя. Байдал Баффер нам сейчас представит судей, рефери в ринге. Это будет Рассел Мора. Все готово. Все готово. Воздух в зале уже электризован. Все ждут людей. Как поддерживают. Какие эмоции. Это по себе, знаю, очень ответственный момент сейчас. Очень ответственный. Каждый по-своему, конечно, настраивается на бой. Вот эти последние минуты, секунды проводят у каждого, конечно, свое. Каждый по-своему, кто-то отрешается. Вообще-то внимательно продолжает, наверное, наблюдать за соперником, пытаясь нашим взглядом его немножко подавить. Мы видим, что у Саши Паветкина сегодня два секунданта. Костя Дзю и Александр Васильевич Зимин. Ну, Зимин великолепный тренер, хорошо всем известный специалист, который такую, знаете, большую работу проводит. Костя Дзю делает такие уже мазки, пицциката, как в музыке, да? Вообще, главное, что дает Костя, вот я с ним разговаривал, он говорит, главное, что я ни стиля особенно не вмешиваюсь. Неужели какие-то ребята готовы? Я, говорит, пытаюсь сделать, чтобы они работали вот через боль, через немогу, чтобы... Я видел, когда Лебедев пришел к нему, только начинался их дуэт. И Денис порой не мог просто поспеть за тем, что делал Костя Дзю. Просто вот в работе на мешке, в работе просто на лоток. Костя Дзю – это человек, легенда, который прошел весь путь от начала до конца, имел все пояса. И очень приятно то, что он свой опыт передает российским боксерам. И это только радует. И на самом деле чувствуется прогресс в его работе. Да, и очень хорошо, что вот у него был период, когда он ушел немножко в шоу, такой гламур, да? В танце на льду, на паркете в Австралии, прочее. А сейчас он вернулся в свою стихию. В свою стихию, да. И вот он, я чувствую, как он получает удовольствие от того, что он снова откудывается. Вы слышите, как зал приветствует Александра Паветкина, другая. Саша, хорошо. И физической формы в этом шоу-то, то у лишнего веса нет, вот так, насколько я пытаюсь определить. Ну, в общем, на физической форме хорошая. Он же вам же, на взгляд, так, не столь атлетичен, конечно, как, но в боксе это... Это абсолютно ничего не значит, абсолютно. Это наоборот, за какой-то часть бронежилета. Зажиром еще мышцы. Да. Давайте смотреть первый раунд, друзья. Ого. Спокойно покорачивался бой, так как никто не спешит. Присматриваются. Они сейчас присматриваются друг к другу. Будут определять, друг к другу. Очень внимательно оба. Очень важно, насколько вот за это время, после последнего своего боя, и вот в этой подготовке, о которой мы уже столько говорили, насколько лучше стали работать ноги у Поветкина, мне кажется. Потому что иногда у него был такой минус, когда он чуть-чуть застаивался после атаки. Но сейчас такого не наблюдается. Саша Поветкин отличался всегда с хорошими комбинациями. Вы слышите, есть болельщики тут и немало, и громкие какие у Ангелы. Да, да. Это первый раунд, разведка у нас. Ну вот, должны согреться такие массивные боксеры, поэтому медленно идет. Сейчас они разъедают. А, между прочим, Саша никогда не начинает бой вот так с первого раунда. Да. Он где-то как второго, третьего, четвертого раунда начинает расходиться. С места в карьер никогда не берет. Валжик использует двойные джебы. Видать, у него подсказали такую работу. Но они сейчас пристраиваются друг к другу. Пытаются найти слабые места. Да, да. Четвертый молодец. Горлопа сейчас уныльч атаковал Поветкин. Сейчас пытается Саша раскрыть ее. Ищет подход, ищет дистанцию Поветкин. Парень, видно, Валжик, хорошо изучил Александра Поветкина. Держит руку правую четко у подбородка. Александр Поветкин четко работает левой боковой. И видно, что парень очень внимателен. Зачем? 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 Так, второй раунд, друзья. Первый раунд особой пищи для анализов не дал пока. Так, боксеры присматривались друг к другу. Облинялись они такими джебами, а кто-то другой. И все главные события ждем. Они впереди, должны скоро начаться. Побаивается, Анджей, побаивается. Да-да-да. Пытается вторым номером работать. Да. Ну, это, в общем-то, вполне обрадованные тактики для него. Ну, да. А что делать? А что делать? Сейчас у него задача такая, только не пропустить удар от Александра Поветкина. Он будет пытаться протянуть раунды. Да, более поздние раунды. Поздные раунды. Поздные раунды, бой, да. Потому что... Надежда на то, что Александр устанет. Нет, ну, молодой физически, наверное, он неплохо готов. Он знает, что Александр Поветкин замуществует. Вот хорошо снизу сейчас правый пытался удалить. Александр Поветкин всегда отличался хорошими апперкотами. Руки повыше. Руки выше. Хорошая комбинация. В туловище, в голову. Вот так! Молодец! Вот так! Вот так! Очень быстро вовшись скачет на ноги. Может быть, даже зря он так быстро скачет, показать, что... Закончится бой. Да, времени еще полраунда только прошло. Ну, парень, видно, что восстановился вовжик. Не-не-не-не-не-не, ребята. А мне кажется, что он мог бы еще... Он будет сейчас его держать. Три-четыре секунды по себе, чтобы немножко отдышаться. Он сразу скачил, чтобы показать, что ничего. Снова попадает левым боковым по ветке. И продолжает, продолжает бомбардировку. Продолжает теснить. Продолжает теснить. Он сейчас пропустил один на встрече, но снова боковые доходят до цели. Молодец! Четкая работа, не спешит. Видите, как парень защищается. Сейчас у него задача лишь бы не пропустить удар. Но по разу встречную он бросил, а не прошли. Они не сильные были, правда, но тем не менее. Александр Поветкин дал ему возможность пользоваться джебом. Он немного усыпил его бдительность. И контратаковал кроссом. Четко сработал. И сейчас правый боковой был очень хороший. Появилась первая кровь. Вот. Ну что, очень убедительный в этом раунде смотрится наш боксер. Первых трех минут ему показалось достаточно, чтобы разобраться. Очень четкая работа. Отличный раунд. Это о многом говорит. Это о многом говорит. Ну что ж, великолепный второй раунд. Мы поспорили в исполнении Александра Поветкина. В общем-то, чего мы ждали, то и получается, то мы и видим. И нам хочется большего. Не правда ли, Михаил? Конечно, обязательно. И мы на это больше надеемся. Да. Очень интересный бой. Очень интересный бой. Все, у него тактика изменилась. У Лавжика все. Теперь он ушел в глубокую зашиту. Что немного усложняет работу Александра Поветкина. Да, он сейчас единственная цель – выживать. Да. Это немного становится неудобно. И у него сейчас только инстинкт самозащиты. Саше немного неудобно, а Анджи немного страшно. Страшно? Ну, обратите внимание, он почти не отрывает перчаток от головы. Уже постоянно за блоком находится. А Саша задергал его. Конечно. Вот, надо задергать. А еще надо больше надо. Но сейчас, мне кажется, вот смотрите, он постоянно поднимает руки, а не наверху у Лавжика. Самое время. И можно продолжить печать печенью. Печенью. Не сказать печенью. Сейчас надо пытаться заработать в корпус, чтобы он немного раскрылся. Что он и демонстрирует. Молодец. Крем, виси на дверь. Да, да, да. Виси, когда поди на дверь. Угрожай, Кремль. Лавжик следит за своей защитой. Вот, опять он. Опять. Да, в хорошей форме Поветкин. Действительно видно, да? Видно побоя. Какая работа проделана. Очень неприятно бывает, когда соперник не дает боя и постоянно убегает. Что и делает сейчас Лавжик. Хорошо. Левый, хорошо. Молодец. Левый, прямой. Ложится в цель. Еще один нокдаун. Рассел Мороб отсчитывает очередные секунды. Ну, мужественно продолжает бой Лавжик. Ему не хочется сдаваться, но ему все труднее и труднее с каждой секундой. Видите, что он восстановился. Из-за этого он не нападает сразу. Вот, оперфей. Вот, хорошо, хорошо. Все, все, хорошо. Все, по жесту, вы видите, что бой закончен. Ну что, красиво, убедительно, даже сверхубедительно, я бы сказал. Хочется сказать, я думаю, польские болельщики меня поймут. Закончить, как бы, этот комментарий этого боя словами одной очень известной некогда популярной группы, польской. Леди Пан, сон, таций, кто не жарт, для которых есть Тейшвард, мне ничь зеро. Что в переводе означает, есть такие люди, для которых ты весишь меньше, чем ноль. Так что, поздравляем Александра и тех болельщиков с прекрасной, замечательной, по-моему, очень красивой победой. Да, все было сделано убедительно, красиво, по максимуму. Вы видели только что, как Сигал и Виталий Кличко приветствовали победу Александра Поветкина. Ну что ж, здорово. Младший Заверланд здесь же, в ринге. В общем-то, все получилось как нельзя лучше. Ну что ж, промежуточные бои и у Владимира, и у Виталия прошли. Они, как-то, такие, в общем-то, планировались, как промежуточные. И очень хочется надеяться, лично я уже верю в это, что будет главный бой. Все дороги везут, как говорится, к одному. К супер-бою. Ну, у вас тоже все уже на подходе, Магомед. Я знаю ваши планы, так слежу за вами очень пристально. И этот год для вас тоже становится решительным и решающим во многом. Да, на самом деле сейчас у меня тоже такой этап, уже такая стадия, что я уже дошел до максимума, уже четвертый в рейтинге. И все сделаю для того, чтобы завладеть титулом. Там сейчас решается ситуация. Я знаю, да, по ПВБЦ. Боя Виталия Кличко и Демена Стерна. Ну, а мы победим поднятую руту и пояс. Опять у Александра Паветкина. Поздравляю Александру с этим боем. Домечательно, сверхубедительно, здорово. Еще много-много других эпитетов можно употреблять. Ну, а я благодарю моих коллег по сегодняшнему комментарию. Магомед, Михаил, большое вам спасибо. У вас легкая нога. Надеюсь, еще не раз вы будете здесь рядом со мной. Спасибо большое. Спасибо.